На видеоселекторном совещании по вопросам подготовки инженерных кадров и совершенствования деятельности вузов руководителям страны поставлены конкретные задачи. Отныне обучение и научно-исследовательские процессы в технических направлениях будут базироваться на основе передового опыта. Отрасль предприятия вуз. За каждым высшим учебным заведением будет закреплен промышленный партнер. Наш следующий репортаж подготовлен на примере Наманганского инженерно-технологического института, занимающего достойное место среди вузов по подготовке квалифицированных инженеров и технологов. В этом году он выпустил свыше полутора тысяч специалистов. В 36 государственных вузах технического направления ежегодно выпускаются 67 тысяч специалистов. Однако результаты в этой сфере и количества высококвалифицированных инженеров пока недостаточны. Чаще всего программы и специальности в этих вузах не соответствуют требованиям производителей. В результате 60% молодых людей не работало по своей специальности. Сегодня картина в корне поменялась. Наманганский инженерно-технологический институт продолжает оставаться важным центром подготовки профильных специалистов для ключевых технических отраслей экономики. В этом году почти 1600 выпускников отправляются в большой мир, готовые применить свои знания и навыки на практике. Непосредственно исходя из указаний главы государства налажено сотрудничество с крупными компаниями. Это порядка 100 предприятий. Данный контракт поможет им сразу после окончания вуза найти себе работу по своей специальности. В результате 97% наших выпускников уже трудоустроены в самых престижных учреждениях с передовыми технологиями. С гордостью могу сказать, что это стало важным шагом на пути к достижению поставленных главой государства задач. Здесь же в институте строится новый парк механики для студентов-инженеров. В нём за счёт гранта Всемирного банка в размере 861 тысячи долларов начнут работать площадка для практической работы студентов, производственные мощности, а также лабораторный центр, оснащённый современным оборудованием. На основе поставленных задач руководителем страны в Наманганском инженерно-технологическом институте возводится парк механики. Привезли все необходимые оборудования, и на данный момент уже практически закончены строительные работы. Здесь будет установлена необходимая техника, чтобы студенты могли применять свои знания на практике. Также мы скоро запустим коммерческий цех, который будет приносить доход в размере 150 миллионов сумм. Важнейшей задачей в обеспечении достижения продуктивности и эффективности обучения является организация практических занятий студентов на предприятиях в рамках цепочки «Отерсель предприятия ВУЗ». Институт уже заключил официальные договоры со 110 предприятиями региона и открыл свои отделения в 24 производственных площадках. Благодаря этим усилиям почти 100% выпускников этого года будут трудоустроены.